Дорогие наши телезрители! Мы рады сегодня приветствовать вас в передаче проекта «Иисус и Гектор». Мы находимся в студии «Импакт», программа «Влияние». И сегодня у нас очень интересная тема. Мы будем говорить о папах. Тема, наша тема – это «Где наш папа?». А у нас сегодня их много, поэтому я хотел предоставить замечательных моих друзей, пап, которых я знаю уже какое-то время. Это Александр Панкратов с города Портланд. Мы рады сегодня тебя видеть здесь. Также Денис Корягин с города Ванкувер. И Андрей Дедков с города Спакен. И я рад сегодня, что у нас, в принципе, хорошая атмосфера говорить именно о папах. Вначале я хотел бы прочитать одно место из Библии, которое настроило бы нас на тему именно о папах. Интересное место записано в Малахии, 4 глава, 6 стих. Написано, «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Достаточно удивительное место, что земля может быть поражена проклятием, если не будет связи между отцами и детьми. И поэтому мы сегодня и решили говорить о папах. Наши все папы имеют особое отношение к особым детям, прямое отношение. Я бы даже так сказал, неоднозначное, потому что, например, у Андрея дочь, которая имеет аутизм, и у Дениса, и у Алекса сын, и трое детей у Алекса. Это дети, которые имеют проблемы со слухом у Алекса, и у Дениса сын, который может использовать инвалидную коляску. Но все они очень интересные люди, и вот поэтому мне бы хотелось с вами поговорить об этих папах, как вы. Как же вы сегодня даже сюда пришли? Может, многие думают, вы герои, вы люди, которые не сдаетесь по жизни. И вот мы хотели сегодня больше поговорить, было ли всегда это у вас так в вашей жизни. Вы знаете, одно выражение мне понравилось, когда мы ехали сюда. Я заметил одно очень интересное выражение. Стать отцом совсем легко, а быть отцом очень тяжело. Вот об этом хотелось бы сегодня поговорить. Хотелось спросить вас, дорогие папы, как вообще в вашей жизни? Всегда ли было так? На самом деле, видите ли вы в нашем обществе сегодня полное отсутствие отцовства в какой-то мере? Или вы его не совсем замечаете? Как вы смотрите на сегодняшнюю ситуацию? Я не вижу, я извиняюсь. Я что, полное отсутствие отцовства. Это уж совсем уже беда. Не почему. Прекрасных много отцов, замечательных, с которых я на которых смотрю, беру пример. Особенно старшего поколения. Поэтому я бы не сказал так, но проблема есть большая. Да, есть. То есть мы в какой-то мере понимаем, что проблема есть, ее нужно решать. Иногда даже приходишь в церковь и в какой-то мере всегда больше сестер. В школу приходишь больше мам. Ну, все, короче, мама, где папа? Вопрос такой. Одна из причин, наверное, думаю, это в связи с тем, что папа печется домашним состоянием, материальным. И это его одна из причин отсутствия. Но есть другая, еще есть безразличие к детям. И такие есть папы. То есть есть папы, которые трудятся, очень много время проводят где-то и в то же время еще уделяют детям время. Есть всякая категория, но, к сожалению, таких очень мало. Я помню одно выражение. Один человек сказал, что в современной молодежи есть такое выражение, что молодые люди решили пожениться. И он говорит, что у меня есть только одна просьба. Я не буду работать. Она говорит, что без проблем я не буду варить. Не буду готовить. Поэтому я понимаю, что мы сейчас говорим об ответственности отца, что они постоянно заняты, работают и так дальше. Но это не дает нам права и шанса, я так думаю. А отсутствовать в семье. Да, как ты вначале сказал, что родить проще. Как бы не задумываясь, многие, особенно молодые люди, будущие отцы, они даже не думают часто, что... Ну, есть люди, которые планируют, а есть, которые даже не задумываются об этом. И все-таки я считаю, что в обществе должно быть подготовка к браку. Это очень серьезный, решающий момент у человека. Если люди подходят неподготовленно, и потом начинается, если какой-то сбой идет в этой сфере, и начинаются проблемы. Да, интересно, да, что фраза такая, что легко родить ребенка, да, там, отец, в принципе, не рожает, да. Вот, и поэтому тоже... Он только очутился, что он стал папой. Да, часто бывает жену увезли, привезли уже с кулечком, там, завернуто все, и как бы нормально. Ну, вот папа, он посмотрел, там, он плачет, там, понюникался, там, посюськался, да. Вот, и, ну, он заорала, там, ну, и все, теперь жена, давай, выполняй свои обязанности, там, пеленочки, там, все эти дела, а я, как бы... Вот, да, есть такой момент, поэтому сегодня хорошо можно посещать, как это сказать, момент рождения, отец может присутствовать. Он помогает, он, ну, там, иногда отца помогает, уже медперсонал, я думаю, просто это хороший момент, когда отец, он, ну, идет, вот, вместе с женой, он муж, да, он везде с ней, везде, я не говорю, что обязательно всем прям там присутствовать, но, по крайней мере, вот, это очень, очень тебя меняет, вот, в моей жизни, да, это тебя меняет, ты видишь, что это стоит, ты видишь, что происходит, как бы, это тебя немножко смиряет даже, может. Андрей, как ты смотришь на эту ситуацию? Для отца, я так понимаю, что это самый, один из самых трогательных моментов, особенно, когда это рождается первый ребенок в семье, это самый, один из самых трогательных моментов его жизни, я так понимаю. Ну, хорошо, часто я как-то заметил, бывает так, что люди думают, окей, ребенок родился, я пошел на работу, жена его растит, пошел он в школу, и как бы он всему научится. Но статистика говорит о том, что, в принципе, один отец может заменить 100 учителей в школе, потому что, если его присутствие в доме будет, тогда совершенно по-другому будет развиваться жизнь. Как мы смотрим на то, чтобы часто, я смотрю, мы оправдываем свое отсутствие работой? Если делать опрос, многие люди говорят, что отец произвел в жизни его, оставил особенный отпечаток, вот именно, где отец занимается с детьми или дает советы, и этот ребенок, он помнит всю жизнь, и оно у него в подсознании остается, и он это помнит. Если отца нету, ребенок начинает это где-то искать, то есть это естественная наша такая натура человеческая, что мы хотим любви, чтобы достаточно любви, внимания. И если это не начинает уделяться в семье, если там неправильное отношение именно к детям, то дети начинают искать это на улице. Значит, ты сейчас немножко говоришь, в принципе, о том, что если нас никто не научил быть отцом, то мы не можем быть отцом в какой-то мере. Я не соглашусь, почему. В моей ситуации, например, я не скажу, что меня там прямо отцом не научили быть, и мой отец прямо такой уж плохой. Обычная семья была, я не из верующей семьи, вот, и как бы, я не знаю, вот. Вот, я, если так анализировать, то, конечно, мой отец там, он не идеал в плане отцовства, да, то, вот, и вообще я понял, что я отец по прошествии очень долгого времени. У меня уже детям было там уже, может, там по семь, по восемь лет, мне было уже тридцать лет, я двадцать три женился, а в тридцать где-то я начал понимать, что я отец. Да, ну, вот, поэтому это такой процесс, в который ты входишь, и если ты искренне поступаешь, вот, я верю, что есть момент искренности, потому что ответственность, это такие слова, вот, ответственность, если любви нет, то какая ответственность может быть, за что ответственность? Я вообще, ну, вот, по натуре, может быть, безответственный человек, знаешь, ну, вот, я по натуре, может, такой, ну, не научили меня ответственности, был шалтай-болтай, знаешь, гулял там по улице, понимаешь, но любовь, она все меняет, любовь, она все меняет. Я дам мне вопрос на засыпку к тебе, а в какой же момент, что вообще произошло в твоей жизни, что, ну, пробудило тебя, что ты отец все-таки? Сколько лет прошло после семейной? Ну, лет семь, наверное, и вот после тридцати, наверное, вот начался вот такой, начался такой процесс самоосознания, что ли, что ты вот отец, что вот это вот сыновья, вот, и причем с сыновьями это еще сложнее. Особенно, когда они вырастают, начиная становиться подростками, тут тоже свои определенные вещи получаются, потому что ты мужчина, и они становятся мужчинами. И тут уже несколько мужчин в доме, понимаешь, то есть со своими характерами, со своими, там, какими-то, понимаешь, вот, хотя они и дети, и вот тут вот, понимаешь, какие-то вещи происходят, которые надо, вот, уделять внимание. Понимаешь, у каждого в жизни разные ситуации складываются, но я верю, что мы все уникальны, семьи уникальны, там, опыт уникальный, но я верю, что если есть любовь, вот, все остальное, оно на это накладывается, потому что если ты по-настоящему любишь, ты не бросишь, ты не оставишь, ты будешь делать кучу ошибок, как я, например, вот, но все равно ты, ты не оставишь, не оставишь свою позицию, не оставишь дом свой, как бы ты сильно не ошибился, как бы плохо тебе не было, как бы ты там вообще себя не чувствовал семьей, вот, как бы ты не хотел там быть кем-то, вот, ну, ну, что такое там отец, там, такой муж, там, ну, как бы, вот, хочется же быть мужиком. Ты сейчас такие вещи говоришь, иногда мужчины почему-то думают, что мужчина, слезы и любовь несопоставимы, вот, в какой-то мере, поэтому, может, у нас из-за этого и проблемы были? Ну, да, ну, да, это такой вопрос, ну, я думаю, больше мужчины, они скрывают, все-таки они тоже люди, у них есть сердце. То есть они не играют? Наверное, так, может быть, еще какой менталитет, где человек воспитывался, рос, здесь, я смотрю, в Америке, как-то папа идет с ребенком на все аппоитменты, наш менталитет, с бывшего Советского Союза, кто приехал, ну, не каждый так может пойти, то есть у меня это был перелом. То есть это работа мамы? Ну, как бы так, в кавычках, где-то мы понимаем, вот, кухня, это мама, папа, она, задача, чтобы холодильник был полный, то есть обеспечение семьи, и в какой-то момент даже у меня был перелом, то есть я был воспитан, мой отец маме как-то не помогал, так, ну, когда там просто так вот с удовольствием пришел на кухню. Ты переехал в Америку с какой страны? С Казахстана. С Казахстана. Да, это средняя, это тем более, это, наверное, первая проблема в моей семье начали с женой, то, что я на кухню, посуду помыть, для меня это было унижение. Помочь ей картошку почистить, я не прикасался, то есть до тех пор, пока мой первый раз, жена, она заболела, я лежала три дня, и я через силу вот это переступил, вот это свое, то есть деваться некуда было, кушать надо было. Вот так вот. Ты все не заказывал. Понятно. Андрей, я знаю, что у тебя наоборот, все наоборот, я как-то смотрю, у тебя надо учиться, ты, у тебя всегда так было, что ты таким папой был. Что ты имеешь в виду? Ну, я знаю, что ты, например, очень сильно помогаешь Дине, ты, даже я бы так сказал, в какой-то мере уделяешь своей дочери Кристине. Снижание. Снижание, извиняюсь. Ну, ты и не только, скажем так, дочери помогаешь, ты еще и Дину поддерживаешь. В прошлый раз она была здесь на передаче, она сказала, Андрею нужно памятник поставить, он герой сейчас. Ну, не всегда, не всегда я такой. Вот нам интересно. Почему? Ну, во-первых, во-первых, я как отец, да, и такого особенного ребенка, особого ребенка, я просто принял для себя такой вот, знаешь, Руслан, вот не только, что Денис говорил, что любовь нужна. Ну, да, любовь это обязательно нужно, но именно, вот есть такое интересное слово, посвящение, именно посвятить себя семье, своему этому ребенку, который особый ребенок с особыми нуждами, он нуждается в тебе. Я-то понимаю, что как моя жена, она нуждается во мне в одобрении некоторых моментов, чтобы я ее пришел, поддержал, ну, как морально, потому что в таких ситуациях очень сложно как-то. Да, иногда эти ситуации, они как бы выбивают тебя из колеи, который ты сам себе вот как бы вот сделал, да, и ты хочешь просто двигаться по этой колее. Ну, у нас же есть один очень такой, ну, как сказать, Бог, ну, не столько, но я говорю, что Бог есть, да, потому что Он иногда тебя как бы выбивает из колеи той, которой ты себе вот захотел идти по этой вот, по тропинке. Да, Он хочет, чтобы ты как-то поднялся выше, то, что ты, то, что ты настроил себе планы, там, колею свою, по тропинке, по дороге, которую ты запланировал, думаешь идти, но Бог начинает с тобой лично работать, чтобы ты именно так, как ты хотел идти, ты не идешь. Вот, вот что имеет. Вот я как раз и хотел бы перейти сейчас к такой более конструктивной беседе именно, а спрашивал нет, детях наших, дорогие телезрители, я хочу напомнить вам сегодня, что мы находимся в прямом эфире, и наши телефоны, они открыты для того, чтобы вы буквально через 15 минут могли звонить сюда, если вы желаете. Особенно вдохновляю папу. Я знаю, мы прекрасно как-то, как-то, я не знаю, иногда ощущается, папы отстают. Пожалуйста, не подведите нас, папы. В прошлый раз мы были в прямом эфире с мамами, со Светланой, с Диной, с Наташей. Мамы были активными. Папы, пожалуйста, давайте мы не подведем, мы священники, да, то есть звоните. Ну, мамам тоже разрешается звонить, мы ждем ваших звонков. И возвращаясь именно к тому, что ты, Андрей, сказал, я просто посмотрел на такую ситуацию, которая связана именно с детьми с особыми нуждами. И, вы знаете, я нашел такую небольшую информацию, которая говорит о том, что обычно такие папы, они по-другому реагируют, как другие папы. И вот я об этом хотел и поговорить. Говорится о том, что папы особых детей, они теряют баланс или фундамент быть хорошими защитниками. Вот как будто вот эта ситуация с особыми детьми застает врасплох. Вот насколько это было в вашей жизни, Александр? Мне просто интересно, было ли это у вас так или? Да, это было просто видимость. Я не давал вида, но внутри были переживания. Во-первых, вопрос был. Боже, ну, ты не можешь, во-первых, я думаю, ты не можешь это осознать и реально принять. Неужели это со мной такое может быть? Даже так можно сказать. То есть ты не допускал ничего вроде бы нормальной, как бы жизнь стараешься проводить, все хорошо, стараешься Богу служить. И тут как бы сразу у нас есть такое, у христиан это за что-то. То есть это первое, что тебя начинает, то что общество, если что-то происходит, это за что-то. Ни для чего мы такой вопрос никогда не задавали. И вот это меня много лет мучило, то есть всегда Богу задал вопрос, Боже, почему, за что? Но чтобы это было как реальностью, это немножко время прошло, это как шок, оно выбивает тебя. И ты просто не можешь осознать вообще, может ли такое произойти в моей семье. То есть, Денис, мне интересно, как ты вообще на эту ситуацию смотришь? Выбивает это с колеи? Вот именно я как-то, мы привыкли сами по себе, что Бог наш защитник. И вдруг происходит такое в семье, рождается такой ребенок. У тебя Марк первый сын. А ты почувствовал, что как-то твой мир развалился? Или как тебе защитить? Или ты сам вообще был в такой ситуации, как беззащитный сам? Или был ли ты способен защищать свою семью? Такой вопрос, защищать от чего вообще? Ну, даже просто от того, что защищаться от себя вообще. Хотя бы от себя защищать. Хотя бы от себя, да, потому что, ну да, да. И тоже хорошо. Ну да, это, кстати, серьезное дело, да. Иногда надо и от отцов защищать иногда семьи и детей. Это уже, конечно, плохие ситуации. Такой вопрос, очень такой глубокий. Конечно, тебя выбивает это. Выбивает вообще много что в жизни. Даже в нормальных, как бы сказать, ситуациях, когда в жизни ничего такого уж подобного нет. В общем, все. Ну, тебя выбивает, все. Тебя колесо бахнуло на фривей. Что, тебя не выбьешь, если ты ничего не почувствуешь? Нет, ты выйдешь такой. Все нормально, там, раз, домкрат вытащил, джек-чук-чук, его закрутил, поставил на место. Все хорошо, поехал, дай. Да нет, ты там выйдешь, скажешь, а-а-а-а, кляча. Знаешь, там, ну, или, знаешь, там, ну, всякое бывает. Конечно, а я тогда молодой был, у меня много что туда тогда меня выбивало. Вот, ну, как бы, в тот момент я поменял страну, переехал, другой язык, там, то, другое, третье. Ты переехал в Израиль? Да, да, была напряженная ситуация. Ну, в общем, нормально все, но, конечно, это был шок. Это был шок, мы, вот, это было такое, но. Ну, я уже не помню всех чувств, но, безусловно, что это тебя делает другим. Другим просто. Ну, другим это как? Ну, как, ну, понимаешь, когда все просто могут пойти в гости, у тебя это сопряжено с определенными, ну, проблемами, что ребенок не бегает, там, может, одно, другое. Условия нету для ребенка. Условия, да, и хочется еще. И хочется, ты берешь себя вот так вот, и попер. В кулак. Да, в кулак, вот, и попер, знаешь, там, молишься, там уже, что кто делает, знаешь, и просто делаешь это, и навоишь, вот, иногда там плачешь, иногда злишься. А получается плакать? Показания? Получается. Ну, а что, иногда такие моменты бывают, но что, кроме плакать, уже как ничего не можешь. Такое чувствуешь бессилие своей жизни, своей ситуации. Вот, и я не помню, там, были у меня вопросы, почему это, да, как это. Просто вот так случилось, и это тебя вымораживает, это тебя раздражает. Это, понимаешь, для нас, например, ну, вот, это было сложно еще, конечно, потому что, ну, например, женой спортом занимались, да, мы катались на лыжах, там, все. И, естественно, у нас где-то в подсознании было, что родятся дети. Когда последний раз на лыжах катался. Да, не помню. Вот, и мы там с ними, у нас получилось здесь, в Америке, когда они еще маленькие были, у нас, когда еще только двое было мальчишек, Марк Дан, мы встали с ними на лыжах, это был фан вообще, это было классно. Вот, но, но, тем не менее, ты всегда чувствуешь, что вот у тебя складывается не так жизнь. То есть, все твои планы, все какие-то, и, причем, знаешь, по-честному, все эти планы, они ничего не стоят. Все эти планы, они просто потому, что тебя так воспитали, потому что ты так вырос, потому что другие так делают. У всех же схема вот такая железная. Там работа, карьера, вот, отдых такой должен быть, у кого круче, у кого хуже. Вот, все, дом там, машина. Тогда такой ребенок приходит в семью, где вот это вот все делается. Все, все девается, потому что жизнь, она твоя. И если ты понимаешь, у тебя два варианта, либо ты будешь в семье все делать, все брать на себя, ну, там, разделять все со своей женой, да, либо ты, как бы, отвернешься, да, там, уйдешь, я не знаю, кто куда уходит, в алкоголь, в работу, одинаково, кстати. Трудоголики и алкоголики, это одинаковая болезнь, вот, психологи говорят. Вот, поэтому кто в работу ударяется, кто в алкоголь, там, еще что-то, уходит другой женщине, потому что не может выдержать этой боли, не может выдержать этого конфликта внутри себя. Я понимаю их. Я не осуждаю, ну, это удар, да, ниже пояса, там, я не знаю, кто кому как, знаешь, под дых, там, кому куда он попадает, вот, да, это серьезно. Андрей, я просто читал некоторые записи, именно об отцах, которые имеют таких детей. Одних они делают очень сильными, других они просто растаптывают вот эту ситуацию. Вот как у тебя было вообще? Был ли у тебя вот этот процесс потерянности какой-то, неуверенности вообще? Я когда, когда только услышал, ну, у нас ребенок сразу, когда родился, был нормальный, ну, как бы нормальный ребенок. До трех лет, можно сказать, таких особых... Аутист незаметный. Незаметный, да. После трех лет мы начали, ну, доктора нам сказали, что у вас вот, ну, поставили диагноз аутизм. Ну, когда вот, когда ребенок возрастал, ну, рос... Я тебя перебью, у нас Виталий на линии, пожалуйста, вы в студии. Добрый вечер, дорогие папы. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я очень рад, что вы решились на этот шаг, потому что для меня, например, есть такой важный момент, чтобы, как бы, принять то понятие об отцовстве, которое надо принять всем папам, мне помогло то, что я прочитал, что Авраам родился Ак, Исаак родил Иакова и так далее. То есть, как бы, отцовство сравнивается с процессом родов. У меня к вам вопрос. Лично каждого из вас, какая мысль из Библии, как говорится, поставила головы на ноги, что, то есть, какая именно библейская мысль вдохновила вас, подняла, упрепила и привела в то положение, что вы остались даже не только в рамках своих семей, но вышли сюда на прямой эфир, и вы решились об этом говорить открыто, потому что, как правило, о трудностях, которые не любят говорить. Вот какая библейская мысль помогла вам в этом? Спасибо. Наверное, то, что мы сделали, да, это нелегко, может быть, было когда-то сделать, но у меня это в жизни произошло, наверное, стремление искать Бога. Все-таки посвящение, вот эта вот тема, она меня очень сильно трогала, освящение, посвящение, и когда ты ищешь Бога, оно тебе очень помогает. Бог через детей очень работает с нами, с родителями, потому что это самое больное, дорогое, если оно для родителей дорогое, дети, и очень много меня Бог учил через детей, и именно что вот это тут посвящение, иногда Богу нужно провести тебя через определенные обстоятельства, я этого не понимал, почему я говорил, за что, Господи, а теперь я говорю, Господи, для чего, когда я сказал, я понял, что эти обстоятельства, они меня сформировали, чтобы даже как личность и чувствовать боль других, то есть если я не был в этой ситуации, я теперь не могу помочь другим людям, это меня открыло и дает мне стимул помогать другим людям, потому что я не хочу, чтобы люди переживали то, что я пережил, и, можно сказать, некому было помочь, только вот Господь вот так вот в тайной комнате поддерживал меня. Да. У меня был момент такой, так сказать, что вот одно место из Писания, потому что так сложилось, что это был момент в моей жизни, когда мы только поженились, и перед этим я буквально за год до этого я уверовал, и я был погружен в Библию, то есть я читал ее, я много читал, много читал книг, много читал Библию, я был в служении, я занимался молодежью, я посвятил себя этому, я любил Бога, я видел его силу, его чудеса в моей жизни, и был момент, когда Марк родился, и мы были в чужой стране, на тот момент мы только 5 месяцев, сколько это, год, может, были там, вот, и нас отвезли в большой город, в Тель-Авив, большой, огромный город, и у меня ничего не было с собой, у меня была мелочь какая-то железная, телефон, который заканчивался, заканчивалась батарейка на котором, вот, вот, и меня вот с ребенком посадили в обычное такси с медсестрой, и отвезли туда на операции, жена осталась в другом городе, далеко, я оказался вот в таких, в таких обстоятельствах, и у меня была мысль, когда, это было глубоко под землей, там, интересно, это госпиталь такой военный был, вот, и под землей там делали операцию, вот, и я стоял там, вот в этом ощущении интересном, я был один, никого не было рядом, и, и было такое ощущение, а что, вот, ну, а что теперь делать, ну, факт, мы молились, думали, вот, все врачи не правы, а мы, а мы, вот, он родится, и вдруг он будет здоров, а нет, и вот было такое ощущение, я думал, я видел прям такую картину перед собой, думаю, что делать, вот, я стою на пороге, там тьма, ну, что мне теперь, пойти покурить, пойти, что мне, что мне сделать, там, ну, а отец там, в доме, и я не иду к нему, и я вот стоял на распуте, я понял, что мне некуда идти, мне, мне некуда идти, мне нужен он, он мне нужен, и как-то я вот цеплялся, а вторая мысль, сильная, пришла недавно, когда я начал размышлять и понимать о том, что мои подрастающие парни, одному 13, другому 11, они уже взрослые становятся, они уже не становятся, они взрослые, они иногда меня сами поддерживают, вот, и я понимал, что у меня нету такой любви, достаточно такой вот любви к ним, вот, которой бы хотелось бы, и тогда вот действительно, вместо писания, мне одно очень сильно помогло, я начал читать, молиться о том, что Бог открыл мне как-то, вот эту историю о Якове, и когда я просто читал, я наполнился такой вот, вдохновением каким-то, мне, я увидел, что его история, она была очень долгой, это не было несколько дней, это был путь всей жизни, это был трагический путь, это был сложный путь, в котором он терял сына, в котором он проходил, через разные испытания, в конечном итоге, все настолько сжалось, что они могли погибнуть от голода, и ему приходилось, еще одного своего любимого сына отдать, и вдруг все меняется, и к чему приходит? Он благословляет своих сыновей, Бог ему дает слово, и вдруг, когда я это читал, я понял, что я иду к чему-то, я иду к моменту жизни, когда я смогу им передать мое благословение, не мои просто хорошие слова, и сказать, вот, сыночки, читайте Библию, молитесь, а я верю, что нас Бог ведет к какому-то моменту, который мы еще не знаем, но там, в этом моменте, мы благословим своих сыновей, и сыновья пойдут дальше, и мы увидим это, и мы будем очень счастливы. Дорогие, на самом деле, я заметил, вот хочу еще раз напомнить то место, которое мы прочитали в начале, что и обратить сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам, для чего все это нужно, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Это насколько серьезно, насколько нам, отцам, нужен сам отец, чтобы земля не была поражена проклятием. Это ключ. Это ключ. Это ключ, получается, ну, человечеству, да, ключ, то есть, любого Отца Небестого, и любого нас, отцов к своим семьям, это, как сказать, останавливает проклятие. да, это очень сильное место, и я даже никогда не задумывался, что я всегда понимал, то есть, и реакции нашего общества, они ждут, что молодежь должна прийти, преклониться пред старым поколениям, быть подслушными, почитать, да, и мы всегда с них требуем, но когда я стал вдумываться в эти слова, я увидел, нужно отцов к детям повернуть, то есть, войти в это, понять вообще, где они сейчас находятся, потому что сейчас большой разрыв, вот это, наша технология, она настолько усовершенствована, молодежь идет в одну ногу с ней, и если наше общество не развивается, мы не говорим, там, о толерантности, я не говорю о том, но есть такие моменты, что мы просто вот пытаемся держать молодежь в том образе, в каком мы выросли, и мы хотим их сделать такие, как мы копия, то есть, Бог запрещает нам делать наши копии, только Он имеет право делать копию. Все оригиналы? Да. Да, каждый человек индивидуален, и Бог хочет работать с каждым индивидуальным. Еще я хочу сказать, потому что это такая глубокая тема, вот так сказать, что вот это местописание мне сделало что-то и направило, или что, это очень действительно такой глубокий процесс. Одно из вещей, я думаю, что меня направляет к детям, это страх. Страх. Страх? Страх. Божий страх. Не паника там, не переживание, это страх, который он приходит в твое сознание, он тебя не... Вот на нервы он не действует, понимаешь? Страх животного, он на нервы действует, а этот страх, он приходит в твое сердце, в твой дух, в твое душу. Он приходит с возрастом, или он приходит с близостью... Нет, он был всегда, но он как-то, я не знаю, это его живое присутствие, наверное, его присутствие Духа Святого. Когда ты понимаешь, я не хочу видеть моих детей разбитыми, и когда я вижу, что мой ребенок, мой сын, он что-то переживает, ему трудно, я не спокоен, мне трудно, я уже не могу быть настолько счастливым, и я понимаю, если я сейчас не смогу ему помочь, не смогу проявить к нему любовь, милосердие, а буду таким, знаешь, то тогда будут печальные последствия, а я не хочу этого. Это серьезно, это серьезно. Андрей, я бы хотел вернуться, так все же, на самом деле, были ли у тебя эти моменты, вот именно ты почувствовал себя, и со временем я знаю уже ответ, но я просто хотел услышать от тебя, вот ситуация с твоей дочерью, она тебя сделала сильным или слабым, в какой-то мере, я понимаю, что если бы ты был слабым, ты здесь бы не был, но поделись, как она тебя сделала сильным. А в начале, в начале, когда я понял, что у меня ребенок такой, с особыми нуждами, меня как бы это просто выбило, я не мог, я просто как бы, с одной стороны, я был как бы потерян, но я не мог, не мог понять, что происходит, я просто задавал вопросы, реально вопросы задавал Богу, Господь, ну почему, что за причина, но ответы, как правило, Бог сразу не дает, это должна быть, пройти какой-то отрезок времени, поэтому мы становимся не просто так, если Бог дает прямо ответ сразу, и дает просто ответ, в плане того, чтобы откровение от Бога получить, что вот это для определенного времени, вот тогда, тогда, все, они закончатся, и все, нет, Бог, Он смотрит на тебя, Он испытывает тебя, смотрит, как ты себя поведешь, и я не скажу, что я очень такой сильный, да, я был, ну как, в натуре, да, если так, в сущности моей, то я считал себя слабым, но когда, когда я читаю Библию, когда апостол Павел говорит, что в Боге моя сила, я черпаю от Бога силу, апостол Павел говорит, что в немощи я силен, меня эти слова как-то взбадривали, они давали как будто какую-то свежесть, как будто, вот если, например, жара на улице, да, и ты придешь к родниковой воде, вот у нас, в нашей местности, там иногда, ну как, течет, текут родники, ты придешь, там, кружечка, зашерпнешь эту родниковую воду, и попьешь немножко, оно оживляет, отрезвляет тебя, как-то, как-то дает тебе, твоему организму, какую-то свежесть, вот, вот эту свежесть, Бог, Бог эту свежесть давал в мою жизнь. Через немощь. Не только через немощь, и, с одной стороны, через немощь, но, но ты, я так понимаю, что Бог, Он дает тебе силу, если, само, самоценно, это взаимоотношение с Богом. Просто обращаться, говорить, как, как с каким-нибудь, самым лучшим другом. Вот, рассказывать, ну, очень просто. Прекрасно, на самом деле, это важно. Дорогие телезрители, я хотел напомнить вам, мы находимся в прямом эфире, тема нашей передачи, «Где папа?» вы можете звонить нам на телефон, который видите на экране прямо сейчас. Мы здесь в студии готовы с папами отвечать на ваши вопросы. Я бы хотел продолжить дальше. Вы знаете, в прошлый раз у нас здесь были мамы, и Света сказала просто, ну, я бы сказал, ну, такую, такое выражение, которое просто заставило меня думать. Она говорит, каждый раз, когда мы собираемся со спешл-нид детьми, такое чувство в нее сложилось, что все эти женщины одинокие. Она спросила, а вы вообще замужем? Потому что в американском обществе 95% разводов. 75% и по нарастанию. Именно в таких семьях, да? Именно в таких семьях. Мужчина, вот он просто не выдерживает, и все. И вы знаете, у меня вопрос вот к вам. Понятное дело, нам не нравится, когда нас женский пол наставляет. Это сложно воспринимается в мужском поле. Но кто-то это должен наставлять вообще. И как бы вот вопрос у меня такой, что нам сегодня посоветовать этим папам? Я встречался с такими ситуациями, где мамы говорят, реальная ситуация. Сыну 11 лет, у него определенные есть спешл-нид, особые нужды. Папа не может семьей ходить в церковь вместе с ними. Ну, что нам делать? Вот мы папы. Денис, как ты думаешь, обвинить? Ну, это же нельзя. Не, нельзя обвинять. Ни в коем случае. Мы мужчины, мы понимаем. Никак нельзя обвинять. И тут вообще это неуместно. Потому что ну, серьезная ситуация. Ну, можно как бы, да, мы все привыкли, мы вот сидим, мы отцы прошли уже что-то, как бы, это правда, мы прошли. Вот. И, но если так по-честному взять, то сложно. Ну, это сложная ситуация. Это трудная ситуация, непростая. Почему у нас так произошло? Ну, вот так произошло. Вот как-то вот Бог вел нас. А как у них произошло? Почему у них так произошло? Мы не знаем. Тут только одно, что мы, я в своей семье, и с детьми вижу, и в церкви вижу, что нам всем очень не хватает, это быть искренними и честными. По-настоящему искренними и честными людьми. Перед кем и с кем? Перед всеми. Перед Богом, перед самими собой, перед братьями там, сестрами, перед всеми. Не играть в игру ни в какую. Это очень опасно. Играть в церковь, играть в отношения, играть еще в что-то. Понимаете? Мы все были лишены славы Божьей, написано. Мы все согрешили, все. Мы все в ничтожном положении, мы все унижены дьяволом в этой жизни. Он, хозяин здесь, летает в воздухе и управляет государствами, управляет умами, делает из людей, из отцов, уродов, делает из детей, подонков, которые убивают друг друга. Но это не значит, что... Это не значит, что это изначальный план Божий, правильно? Конечно. Поэтому... Но надо быть честными, признать это. Почему он к Богу приходит? Потому что мы сознаем, мы соглашаемся, да, Господь? Мы грешники, нам нужен ты. А потом, когда он нас спасает, мы становимся религиозными. Мы уже научаемся, как себя вести. Мы уже не скажем ничего, не выскажем. Мы уже там не поделимся ни с кем, ничем. Поэтому люди, которые с такими проблемами отцы, они приходят просто в церковь, например. Скажем, если мы говорим о церкви, да, мы сейчас о церкви говорим. Они заходят в церковь, они не видят искренности. Или просто они не знают, люди, которые вот видят такие семьи, они знают, как с ними себя вести. Вот. Поэтому, поэтому я бы не обвинял таких отцов. Я бы молился за них и что-то бы делал, может, не знаю. Что делать? Ну, общаться, по крайней мере, общаться, по крайней мере, говори. Вот мы и делаем, говорим о том, что это не позор иметь таких детей. Это не унижение иметь таких детей. Это благословение любить человека, особенно своих людей, ой, своих домашних, да, своих людей, домашних, да, и своих детей, такими, какие они есть. Вот как есть. Вот любить их такими, как есть. И не... А любовь, она какая, понимаешь? Потому что Иисус говорит, что кто меня постыдится, того я постыжусь. У нас... У нас телефон, я так понял, пытается дозвониться. Если вы все-таки звоните, вы продолжайте звонить, вы дозвонитесь нам в студию. Вы знаете, Александр, хотел спросить вас такой вопрос. я увидел, что общепринято как-то, что такие отцы, они очень сильно уязвимы. Они очень... Ну, просто уязвимы, когда у них особенно такие дети. Вот как вы можете сказать из своей личной жизни? Вы согласны с этим выражением? Я думаю, отцы уязвимы тогда, когда это... Когда они узнают это, они не были к этой ситуации готовы, и у них идет процесс вот этого непонятного, что происходит, и в этот момент он очень уязвимый, потому что я думаю, какие у нас стандарты, например, в этом обществе американском, у них как-то к этим детям по-другому относятся. Я не думаю, что они переживают то, что наше общество. Мы говорим о нашем обществе, откуда особенно, которое приехало с бывшего Советского Союза. Какие у нас стандарты? То есть у нас всегда это или за грех у людей понятие, и ты боишься выйти в общество, то есть осуждают. Нас очень интересует мнение людей о нас. Вот это, я думаю, это очень большой порог, от которого нужно освобождаться. То есть и когда у отцов такая идет вот эта борьба, какое-то время, у кого-то это несколько месяцев, бывает несколько лет. И если он еще в этой борьбе, то он уязвим на всякую мелочь, он реагирует очень отрицательно. Со временем, я думаю, это просто перерастает, уже заглушается. Эта боль, она на подсознательном уровне. Если кто-то уже глубоко не копнет, тебя не оскорбит, не зацепит, то ты не отреагируешь. А вначале ты реагируешь на взгляд, на мнение людей, на слухи. Это тебя просто, и ты не знаешь, что делать. Тебе лучше действительно закрыться и не выходить на общество, и люди ищут свой мир. И поэтому многим стыдно, если эти родители еще и имеют какой-то, если это служитель, а если это еще авторитетный человек какой-то в обществе, его считали, что он, ну, такой веский, и когда у него такой ребенок, и вот тут и получается это шок. мы же не можем стесняться своих детей, если, в чем виноваты вот дети, Андрей, просто мамы говорят, ну, он стесняется меня, он хорошо, ну, что делать тогда, хорошо. как поступать мамам, ну, женам в этой ситуации? Ну, ты уже женам решаешь. они-то решают. Как мамам помочь папу вывести с этого состояния? А такое возможно? Ну, бывает, я думаю, есть, нет ничего невозможно в каких-то случаях. Ну, тогда, Андрей, с тебя начнем. Какой можно дать совет женам и мамам так деликатно повлиять на мужа, на мужчину? Ну, во-первых, я думаю, это мое мнение, что нужно женам, да, не просто подходить, как будто с одной стороны некоторые неправильно имеют подход. Что я имею в виду? Я имею в виду, например, некоторые хотят как бы, вот, вот у родителей вот эти жены, да, росли в такой семье, и может быть влияет какое-то воспитание их родительское, да, например. Но я, например, думаю так, что нужно просто очень так тонко подходить и просто молиться за мужа. Это, во-первых, это самое ценное, что жена может как-то повлиять, и молитва Богу за мужа, это очень большое влияние оказывает на последствия на мужа. Я знаю, что моя жена, она много молилась за меня, хотя я, например, когда мне самое было тяжело, да, я не хотел, у меня не было такого желания, чтобы, ну, я так думаю, что у каждого мужчины такое есть, чтобы как-то не показать свою слабость перед женой, слезы свои показать, свою вот такую просто иногда, иногда вот слабость мужчины выражается, например, вот раз какое-то, ну, незначительное слово. Особенно в таких семьях, когда ребенок с ограниченными возможностями или способностями, особенно чуть-чуть некоторое маленькое какое-то слово такое не очень оно начинает мужа раз и как будто вот как ты правильно говорил, ты говоришь, что слово такое интересное, что оно уязвляет мужчину, он как будто он всегда был на взводе, раз и итог это самый такой такой момент сразу спичка в бензин, да, сразу раз и ты зажег все, уже человек он уже все зажег и он его не остановишь. Это вот это уязвимое место это бывает у мужчин. Денис, а ты думаешь, что слова жены могут повлиять или нет? Все может повлиять. Я вот не склонен давать советы, потому что это такая вот, потому что есть примеры, когда мужья зашли очень далеко, у них уже мозги вообще совершенно не работают. Ну тогда с чего начинать? Вот, и поэтому я не знаю, хоть там говори, не говори, если головы нет, то, знаешь, говорят, горбатого могила исправить. Бывают такие моменты, когда уже, наверное, просто или бог, или что-то. Ну а так вообще, если уже говорить о советах, не замыкаться в себе. Вот не замыкаться, не пытаться тащить самой, а просто кричать. Если он в церкви, ходить, вот правильно, молиться, ходить на молитвы, говорить, все прикладывать. Нет, быть открытой и трезвонить во все вот как угодно. А если он уже это раздражает? А чтобы его раздражало. А, чтобы его раздражало? Чтобы его раздражало. Если он не выполняет свои прямые обязанности отцовские, он должен получить по заду и двигаться, понимаешь? Меня это иногда помогало, понимаешь? Но я был молодой, я был молодой, я такого веровал, я был один в семье, брат старше меня, ну, понимаешь, я был эгоист эгоистом. Вот. И тут вдруг раз, и семья, и тут надо в другой стороне. Не папа, не мама, ничего. И тут надо жить, тут надо платить за счета, тут надо все. И тут служение еще, я вообще новообращенный, и тут ребенок, и тут дети, и жена, и все вот это, вот это. Меня иногда так накрывало, что депрессии такие приходили. Я сижу, и я все, я в шоке, меня сковало, я не знаю вообще. И иногда меня жена уже... Слушай, ты что, вообще что ли? ты что? Как ты, знаешь, я уже не помню, что она мне говорила, она никогда не ругалась, там никаких истерик, никаких слов негативных, она у меня, халилуя, слава богу за нее. Но вот были моменты, она так раз, что-то, слушай, ну, вайкап, вставай. И от тебя так раз... Нужно надо. Да, и ты понимаешь, что, слушай, надо это, чуть-чуть, но надо вставать, надо идти, надо дальше. Вот. Александр, как ты вообще смотришь на эту ситуацию? Что, что с папами делать вообще? Где папа? Обычно, иногда, бог вот через это, если мы ему не безразличны, он стучится к нам через проблемы, но он не хочет это, он хочет, чтобы мы шли добровольно. То есть, бог проблемы не хочет, надо. Он не хочет, он ради любви к нам, ради к нам, чтобы мы не погибли, то есть, он допускает определенную проблему, или определенных людей возбуждает, которые тебя докучают, мучают, чтобы ты бежал к богу. И мы хотим, господи, эту проблему, как можно быстрее реши, пожалуйста, чтобы он меня не трогал, мой сосед, или там, на работе начальник. А бог говорит, нет, я хочу, чтобы ты побыл в этой проблеме, побольше поставил. Еще температурки побольше. Да, я хочу с тобой пообщаться. И вот, мы говорим, что мы христиане, счастливые люди, и у нас большая привилегия в Боге, но, к сожалению, мы начинаем не туда бежать. То есть, бог хочет, чтобы мы к нему обращались, и действительно, он для чего-то это, что-то хочет сделать с нами, в этой ситуации, и чтобы мы шли к нему, это единственный путь утешения, исцеления, все у него. Только вопрос, как мы подходим к этому. То есть, как говорится, надо, да? То есть, Андрей сказал вначале, что бог, он не отвечает сразу. То есть, бог-то отвечает, или да, или нет, или позже. То есть, и получается реально, ну, что если надо? Что если надо? На самом деле, дорогие отцы, я просто заметил, что нам необходимо взять ситуацию в свои руки, как отца, семейного, вот этого хранителя, я имею в виду, священника, который, ну, который просто должен это делать. и, наверное, нам не стоит все-таки сдаваться, я имею в виду, сдаваться, вот, почему-то иногда мужчины говорят, сильные, но невыносливые, вот чем вся проблема, они невыносливые, и может быть, поэтому Бог и позволяет нам вот эти ситуации особых детей, когда мы имеем, это, как ты, Денис, сказал, это благословение, вот для тебя реально, это благословение? Да, конечно, да, вообще, А в чем? В чем благословение, в конкретных, в деталях? Я могу рассказывать часами здесь сидеть. Ну, вот одно какое-то, чем, Марк, для тебя благословением? Это твой первый. Я просто сразу скажу, что мне трудно очень сосредотачиваться на Марке, потому что мы никогда не ставили его в каких-то, ты знаешь, он получает у нас, как и все дети, и воспитание, и наказание, и любви, то есть у нас нету таких, как бы, вот, поэтому, но в определенный момент мы с женой, не с женой, я там, я задался вопросом, когда я был уже вообще все, я уже не работаю, ничего, у меня вот так кавардак в жизни, вот, ну, мне трудно, мне тяжело, дети, все, и дети тут кричат, маленькие, все вот это, вот, я молодой, и я думаю, Господь, ну что же ты говоришь, дети благословения, да, вот, что же за благословение? и я понял, да, я бы никогда не стал таким, если бы не мои дети. Вы знаете, у нас остается буквально две минуты в эфире, и я хотел бы напомнить нам, вот, это место, что, просто, это стратегически важно, чтобы мы поняли, как отцы, что нам необходимо, просто необходимо, обратить наши сердца к нашим детям, чтобы не пришло проклятие. У нас буквально остается одна минута в эфире. Александр, я хотел бы, чтобы ты помолился за наших отцов, и мы благословили их, чтобы они действительно смогли найти Господа. У нас буквально есть короткое время. Отец Небесный, мы благодарны тебе, что ты открылся нам и помогаешь нам, помогать людям, которые находятся в подобных ситуациях. Мы просим тебя во имя Сына Иисуса Христа благословить их отцов, которые сейчас проходят эти трудности в жизни, Господь, потому что там, когда они пройдут, откроются намного больше, и благословение, они поймут, почему это. Я прошу тебя, благослови, помоги им, чтобы они больше искали тебя. Ты хочешь общаться с нами, и что-то Ты в этом усматриваешь, чтобы мы видели план и волю Твою в этом. Благослови каждую душу, благослови матерей. У них очень мягкие сердца, Господь, помоги им тоже смотреть на своих детей как подарок от Тебя. Это очень тяжело, но, Господь, это так, помоги нам. Мы люди, и мы принимаем это по-человечески. Мы за все Тебя благодарим. Да будет Тебе хвала, слава во веке. Спасибо, дорогие. Спасибо, Александр, спасибо, Денис. Спасибо, Андрей. Если вы желаете посмотреть именно то, что они пережили в своей жизни, вы можете найти на Ютубе передачи об их семьях. Дорогие, мы прощаемся с вами, мы благословляем вас. Верьте в Бога, не сдавайтесь, папы. Нам нужно быть дома, и это очень стратегически важно, чтобы наша семья переживала благословение. Спасибо вам. Спасибо всем. Спасибо. Пусть Бог благословит вас. До скорой встречи. Мы вас любим. С Господом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова